Дорогие друзья, мы переходим с вами к изучению самого длинного псалма в псалтыре. Один этот псалом составляет целую кофизму. Традиционно замечу, что наши беседы проходят в Срединской духовной семинарии и записываются порталом экзогет.ру. Псалом 118. Он написан акростихом. 176 его стихов разделены на 22 раздела, каждый из которых состоит из восьми строк. Каждая строка в первых восьми стихах, вторых восьми стихах, третьих восьми стихах начинается с соответствующей буквы еврейского алфавита. Итак, первый раздел начинается с алиф, второй раздел с бет, третий раздел с гемель, далит и так далее. До конца, до последней 22 буквы еврейского алфавита. Итак, в псалме 22 раздела. Ну а теперь рассмотрим подробнее каждый из 22 разделов псалма в контексте тех букв еврейского алфавита, которые служат началом для каждых следующих восьми строк очередного раздела. Перейдем к разделу Рэш. Раздел Рэш обнимает собой стихи со 153 по 160. В данном разделе трижды повторяется обращение к Богу «Оживи меня». Раз автор псалма настойчиво повторяет данный глагол, значит опасность велика. У него много гонителей и врагов. Они отступники. И здесь употребляется слово, которое говорит о том, что они, видимо, с ним поступили с псалмопевцем вероломно, предательски. Это те самые нечестивцы, на совет которых не ходит благословенный Богом муж. Они игнорируют или умышленно не подчиняются заповедям Господа. Спасение от нечестивых далеко. Псалмопевец умоляет Господа спасти его жизнь от беды, стать защитником на суде. Ведь сам Господь это обещал по Слову Своему. Его сострадание велико, его любовь тверда. Он всегда будет судить по правде, потому что в основе его слов истина.